Мы сделали две горки одинаковой высоты, но разного профиля. Одна горка более пологая, а другая более крутая. Спрашивается, с какой горки шарик разгонится до большей скорости? Чтобы проверить это, поставим на пути шарика фотоворота. Скорость с пологой горки оказалась равной 1,44 метра в секунду, а с крутой – 1,41. Скорости практически одинаковы. Рассматривая такие горки, Галилео Галилей рассуждал так. Если потерь нет, то движение шарика является обратимым. Катнем его обратно с такой же скоростью на ту же горку, он поднимется на ту же высоту и остановится. Теперь допустим, что существуют две горки одинаковой высоты, при скатывании с которых шарик приобретает разную скорость. Поставим их навстречу друг другу и запустим шарик с той горки, где приобретается большая скорость. Поднявшись на вторую горку, он не израсходует весь запас скорости, но будет катиться дальше. Подставим на его пути добавочную горку, чтобы он остановился на ее вершине. В результате шарик своим ходом поднялся выше, чем он стоял в начале. А теперь заставим шарик спускаться на начальное место по желобу, совершая работу и поднимая вверх некоторый груз. И так мы будем делать раз за разом. У нас получился вечный двигатель, который может производить механическую работу из ничего. Но вечный двигатель невозможен, и тем самым мы доказали, что при спуске со всех горок одной высоты шарик приобретает одну и ту же скорость. Но на самом деле какие-то потери всегда есть. Шарик с каждым разом теряет высоту, и скорость при каждом прокатывании становится чуть меньше. Запишем это уменьшение скорости, с которой шарик проходит через фотоворота на графике. Видно, что скорость теряется практически равномерно. Но как связаны между собой высота горки и приобретаемая скорость? Галилей рассуждал так. Пусть одна из горок отвесная. При свободном падении с такой высоты тело приобретает скорость, равную корню из двух же аж. Тогда и для всех остальных горок высоты аж скорость будет той же самой. Но только спускаться с горки должен не шарик, а салазки без трения. Потому что у шарика энергия переходит не только в поступательное, но и во вращательное движение, и он катится медленнее салазок. Об этом мы подробнее рассказываем в фильме «Момент инерции». Салазок без трения у нас нет, поэтому мы взяли тележку с малым трением. Она будет скатываться с высоты 14 сантиметров. При свободном падении с такой высоты тело приобретает скорость 1,65 метра в секунду. Посмотрим, что получится в нашем эксперименте. Показания фотоворот составили 1,61 метра в секунду. И физика, как всегда, работает!